Да, вот здесь хранились они. Бронеставни. И, в общем, накрывали вот это все. Такие ступени. Деревянная крыша. Корни, смотрите, как пустилось сверху. Но при этом вот так выглядит эта заброшка. Огромное количество старого кирпича. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. И мы с вами в Красной Горке. Выезд к музею. А впереди мы с вами видим два пограничных столба. Тут достаточно неплохая стоянка. По дороге еще есть стоянки. И самое классное, что музей бесплатный. Отопление печное. Кто это у нас здесь? О, смотрите, какая красота. Огромное количество старого кирпича. Всех производителей, видите, свои клеймы были. Наш, Нева, Невский. Низ. Жюлер. Круто. Ко всему этому можно немецкий есть. Дотронуться. Вот это коллекция. А раньше здесь были военные части. Мы видим, что это уже построено в советское время. Но давно уже здесь ничего не функционирует. Но при этом вот так выглядит эта заброшка. Если отреставрировать, можно сделать шикарный музей. Вот смотрите, сколько обуви военной. А это у нас с вами гараж. На две машины, скорее всего, здесь обслуживались какие-нибудь командирские, потому что небольшой заезд. Зил сюда не заедет, а вот легковая, нормально. нифига себе, тут дерево проросло, капец. О, яма, которую засыпали для обслуживания. Да, интересная конструкция. Вот видно, видите, современный, уже кирпич пустотелый. Но столько лет стоит, понятно, потому что военная приемка, это не то, что сейчас сдают новостройки. Стена разрушенная. И тут дерево проросло. Офигеть. Корни, смотрите, как пустилось сверху. То, что много-много лет никому ничего не нужно. Видите, какой уже лес вырос. Ну, мне кажется, здесь наверное, с девяностых все заброшено. Лес классный. Тут вообще видно, что часть несущей конструкции просто рухнула. Наверное, от времени. Да, построек-то здесь много, конечно, военных. Представляете, сколько лет прошло, что уже березки повырастали. Ого! Деревянная крыша. Интересная, кстати, стропильная система. Да, высота здесь такая, знатная. Большое количество мусора. Видно, тоже вот были балки прикрытия. Их спилили. На дачу унесли, наверное. Там местечко такое, конечно. Фильм ужасов можно снимать. О! Здесь, наверное, какие-нибудь казармы были, потому что уже ниже. И смотрите, как все здесь заросло. 1969 год. И за 20 лет во что это все превратилось. Вот это состав. Представляете, езел? по рельсам и стрелял во вражеские корабли. Пушка 305 миллиметров. Крайм Крайм О, и все что ли? Слушайте, столько лет, смотрите, в каком состоянии. Вот забор воздуха был. Такие ступени, очень аккуратно пойдем. Все в бетоне, металл сверху. Вау. Металлический купол, смотри какой сохран. Столько лет прошло. А, это у нас, чтобы в батарее вылезти. Видите, это уже сейчас все закрыли кирпичом. А вот это все тут бетон. А вот здесь раньше были установлены пушки. 1967-й, 1960-й. 1959-й. Парень Владимир Каминдор. Офигеть, тут люди сидели на железе выбивали. Вот это пушка. И, в общем, накрывали Финский залив навесиком в корабле. А никто их не видел. Обратите внимание на качество бетона царского. Ириска. Так, где тут подземелья? О, нифига тут. Ну, смотрите, раз пушка стояла, два, три, там четыре, пять. Капец, моща. Здесь аналогично. Так, тут уже интересно. Комната закрытая. Надеюсь, что у нас. Офигеть, как завалилось. Такое ощущение, что специально выпилили вот эту часть. Потому что здесь такой бетон, как бы что рухнул. Раньше можно было лазать. Видите, все закрыли. Да, замуровали здесь. Былот раньше строили. Кирпичик. Кто это у нас такой? Бау-шец. В этих трубках были линии электропередач. Возможно, здесь либо электричество было, либо, возможно, телеграф был. Для того, чтобы была связь. А тут тоже ничего интересного. Пока! тоже все позакрывали вот эти створки отсюда приносили снаряды солдата для того, чтобы можно было стрелять из пушек и здесь подъезд удобный тут бетонометр, наверное возможно даже и больше местами о, вентиляция круто бэн, смотрите, как бетоном залили чтобы вообще было не пройти очень жаль спускаемся еще в одно помещение ух ты, кот, а тут все закрыто погреб патронов сегментных бомб обыкновенного чугуна бомб стальных бронебойных капсульных трубок батарея 6К круто такие елочки красивые нашел, в общем, ходы где можно походить смотрите вот здесь шла линия электропередач ох, как холодно да, вот здесь они, видите закрыли кирпичом, чтобы дальше было не пройти вот здесь видно, что обвалилась земля вот здесь какой-то ящик был непонятно а здесь можно, я так понимаю, пройти к орудиям да вот здесь, видите, друзья стояло орудие соответственно здесь подносили снаряды а вот здесь они хранились даже, видите, вот эти деревяшки остались с таким полукругом на которых лежали эти снаряды бронеставни по идее, наверное, по кругу должно пройти да металл здесь сантиметр толщиной да, вот здесь они тоже хранились да, просто все такие шкафы были тоже, видите, закрывались на замок круто не бойтесь, я здесь один здравствуйте ну вы там с кем-то я с собакой вокруг обычный лес наверху, обратите внимание какие уже деревья выросли за все это время вот он вход здесь сразу виден спуск вниз то есть идет под наклоном вот как здесь прохладно знаете, какой качественный бетон нигде ничего не просочилось но только на стыках видите, пол тоже бетонный что-то здесь похоже искали куски арматуры так ох, какая комната а вот наверху здесь, кстати, был асфальт, друзья его применяли военные для них было он разработан тут, наверное, шкаф оружейный был конденсат мы видим на бетоне наверное, какой-нибудь пороховой склад мне так кажется как считаете так, ну что, пойдем дальше пройдем, посмотрим ну, видите, здесь тоже какие-то трубы это на вентиляцию очень похоже бетон, конечно, такой вековой здесь у нас еще помещение наверное, здесь комнаты таки отдыха, мне кажется были для военных ну да, зеркальные два помещения вон, смотрите, какой металл такое качество у нас машины быстрее сгнивают это еще царские постройки представляете, как умели строгать о, еще один выход ух ты интересно так, сюда зайдем здесь все понятно это у нас выход к орудиям да, вот здесь хранились они пойдем по кругу пройдем вот здесь тоже, видите снаряды стояли закрепленные были бронеставни блин, вот это же было окрашено, друзья а, ну это уже, наверное в советское время красили где же восковые части были потом ее просто расформировали потому что ничем не нужно склад так, нам сюда, если не ошибаюсь царское железо так, а что у нас здесь смотрите вау тут у нас вход выход здесь, я так понимаю что-то было просто либо это сняли демонтировали либо просто это уже сгнило блин, дерево смотрите в каком сохране офигеть а вот куски асфальта друзья они прям с потолка упали Дим, посвети на потолок вот это черное все, здесь был вот асфальт а теперь вниз посвети, Дим вот такие куски тут сантиметров 15 были вот кусок асфальта и вот он, видите был прикреплен вот сюда он гасил соответственно шум и удары а это кажется туалет это не туалет это шкаф скорее всего оружейный здесь был да, это конденсат потому что здесь очень прохладно под землей а там тепло и вода просачивается вот в такие сталактиты превращается пошли парни о, смотри заслонка какая-то здесь здесь аналогично идем да, вот у нас асфальт пошли о, а здесь прям о, сюда не заходим здесь может упасть он, видишь вот он наверху не заходи не заходи туда видишь уже упал может на голову пасть все, выходим отсюда выходим Дима Да, не стоит А это, видно, выход Да, отсюда стреляли Отсюда отстреливались Если сюда враг бы заходил Сейчас все закрыто О, да, видишь Прикольно Это палочка Субтитры сделал DimaTorzok